Изецепт простого салата, рецепт которого мне рассказал Игр, поэтому назовем этот салат Олимпийский, в честь Олимпийских Игр. Основной ингредиент этого салата это печень трески. Я, честно говоря, до этого момента ни разу в жизни не пробовал печень трески и, как выяснилось, ничего не потерял. Но в советское время печень трески считалась деликатесом. Это просто какая-то шизофрения, потому что в совке весьма странные вещи считались деликатесом. Ну, например, любой праздничный стол до сих пор, как правило, не обходится без так называемой мясной нарезки, которая в основном состоит из колбасы или нескольких сортов колбасы. Дело в том, что в СССР колбаса, ужасная по сути хрючево, тоже считалась деликатесом, особенно сырокопченая. В основном потому, что ее очень сложно было достать. Ну и вообще, всю свою историю СССР голодал. Да, в какие-то годы было доступно одно, зато пропадало другое, а в другие наоборот, пропадало это, но появлялось то. Но не было такого периода за всю историю совка, когда можно было купить абсолютно все и без проблем. Ну, разумеется, если это, конечно, не партийная номенклатура. У всяких генсеков, понятное дело, на столе было все и всегда, включая заморские фрукты. Но в целом с сельским хозяйством, особенно с мясом, то есть со жратвой, в СССР была полная залупа. И на это масса причин. Ведь для вкусного мяса нужна, во-первых, сочная трава круглый год. А в Совке и в современной России на самом деле не так много плодородных земель. У нас 50% площади вообще не предназначено для сельского хозяйства. Кроме того, в Совке в принципе не существовало мясных коров. Все коровы, которые были, они даже были не молочные, они сырных пород. То есть из их молока лучше всего сыр делать. Разумеется, виноват еще и общий недостаток плановой экономики как таковой. Ну и типичное распиздяйство на местах. Ну, например, в колхозах. Ведь пьяный тракторист это прям-таки мем. Соответственно, в какой-то момент, чтобы хоть как-то прокормить население, начали педалировать дары моря. Именно тогда появились вот эти знаменитые плакаты «Всем давно узнать пора бы как нежные и вкусные крабы» или что-то такое. Это, блядь, не потому, что в СССР все было настолько заебись, что уже не знали, блядь, чё б такого сожрать. Что быдло уже можно было начать кормить омарами. Как раз все наоборот. Жрать было тупо нечего, и чтобы хоть как-то восполнить недостаток белка, жрали все, что двигается, блядь. И треска из той же оперы. Треска это промысловая и не особо ценная рыба. Скажем, в той же Норвегии трески вылавливали столько, что даже слуги отказывались ее есть. Типа заебала уже ваша треска. Ну а в совке, видимо, и трески не было, а уж печень трески, то есть субпродукт на выкидывание, по сути, вообще превратился в деликатес. Но, тем не менее, для салата с печенью трески тебе, разумеется, понадобится печень трески. Есть два варианта. Дешманская рублей за 70, и более-менее приличная рублей за 170. Я стараюсь избегать продуктов типа «каждый день», «красная цена» и тому подобных. Поэтому берем подороже. Кроме того, понадобится салат из морской капусты. Здесь тоже есть два варианта. Первый вариант это вот как в совке был. То есть в совке был салат из морской капусты в таких обычных консервных банках. Я его, честно говоря, первый раз попробовал уже в начале 2000-х. И что меня поразило, это вот эта вот дикая вонь, какой-то гнилой тины, которая ударяет тебе в нос, как только ты эту банку открываешь. Соответственно, салат из морской капусты в вот таких вот железных банках мы тоже не будем покупать, а купим более современный вариант в пластиковой упаковке. Почему-то морская капуста в пластиковых баночках не воняет, ну или по крайней мере не так сильно воняет этим самым йодом. Соответственно, маленькая пластиковая баночка с салатом из морской капусты обойдется примерно рублей в 50. Ну и третий ингредиент этого салата это гренки, желательно ржаные. Их тоже можно купить готовые, выбираешь любые сухарики, какие тебе больше нравятся. Ну я взял вот такие вот дешманские, по той простой причине, что они достаточно мягкие, и стоят они где-то рублей 17. Соответственно, берем миску, высыпаем туда наш салат из морской капусты, ну я в данном случае вывалил всю вот эту небольшую баночку. После этого открываем консервы с печенью трески, вываливаем в эту же мисочку, и теперь нужно их измельчить и перемешать с морской капустой. После этого остается засыпать сухарики. В принципе, салат готов, но я бы все-таки рекомендовал дать ему настояться в холодильнике хотя бы несколько часов. Так он получается чуть получше, чем есть его просто вот так вот свежесделанным. Кроме того, я не рекомендую тебе добавлять соль, потому что у нас здесь сама по себе достаточно соленая морская капуста, достаточно соленая печень трески, ну и в сухариках тоже дохера соли, поэтому соли в этом салате более чем достаточно. В принципе, поскольку салат из морской капусты у нас с маслом, то этому салату не нужен никакой майонезик, но чисто чтобы забомбили любители поорать, что покупной майонез это, блядь, самое зло, какое только есть во вселенной. А можно подумать, продукты марки «Каждый день» это, сука, не самое большое зло во вселенной. Но тем не менее, я сюда немножечко майонезику все-таки добавлю. В общем-то, салат готов. Да, ему немножечко настояться, и можно жрать. Вкус у него очень необычный, но в принципе не отталкивающий. На самом деле, если в этом салате заменить печень трески на не менее уебищное хрючево под названием шпроты, причем лабусы делают их настолько хуёво, что одно время их даже запрещали к продаже, потому что полную отраву туда кладут. Но тем не менее, если заменить все-таки печень трески на перемолотые шпроты, мне кажется, будет повкуснее. Ну и с печенью трески тоже ничего. Кроме того, есть вообще изи вариант этого салата, когда ты берешь кусок черного хлеба и намазываешь на него печень трески и кладешь немножечко морской капусты. Главное не переборщить с этой морской капустой, а то уж очень сильно йодом отдает. Соответственно, за небольшие деньги, от 100 рублей на базе дешманских продуктов до 250 рублей на базе более-менее нормальных продуктов, получается вот такой вот оригинальный салат. Я бог ютуба, лайк, подписка, бубенцы.